Доброе утро, друзья! Привет, друзья! Приветствую вас на нашей конференции Мартех 2020. Тоже хочу сказать, что формат для нас такой абсолютно новый, пока еще немножко непонятный, непривычный, но похоже, что мы, вот сейчас с коллегами обсуждали, являемся трендсекторами, выполняем рекомендации и нашего правительства, и, в общем, рекомендации здравого смысла, и переключили нашу конференцию сегодня в онлайн-формат. Это, конечно, ну, скажем так, с точки зрения коммуникации, общения, что является важной частью конференции. Перенести это все онлайн, конечно, невозможно, но мы сделаем все, что мы можем, дадим вам хороший, качественный контент, и надеюсь, что сегодняшний день для нас с вами пройдет также интересно и полезно. Ну что ж, я начинаю эту конференцию. Как обычно, мы сегодня будем говорить о маркетинговых технологиях, о маркетинговых технологиях в отрасли недвижимости. У нас сегодня на конференции будет несколько очень интересных экспертов, ну и честь начать эту конференцию, выступить с первым докладом, выпала мне, и я решил поговорить о, наверное, ключевой маркетинговой технологии, на мой взгляд, в отрасли недвижимости, о колл-трекинге. Действительно все или почти все застройщики, все компании из отрасли недвижимости используют этот продукт так или иначе, и его смело можно назвать самой популярной маркетинговой технологией. И я взял на себя задачу сегодня рассказать о том, как колл-трекинг в отрасли недвижимости развивается, какие новые решения используют застройщики, и сделаю это на примере нескольких кейсов, нескольких историй жизни наших клиентов. Ну что, друзья, стартуем. Итак, для начала небольшое, скажем так, хронологическое введение. Как колл-трекинг развивался в отрасли недвижимости с точки зрения, может быть, как бы не совсем объективной, но с точки зрения комеджа, как это выглядело нашими глазами. В 2013 году мы создали комеджик и выдвинули на рынок наш первый продукт. Это как раз и был сервис колл-трекинга. В 2015 году сервис колл-трекинга начал использовать первый крупный застройщик. Кстати говоря, вот добавлю небольшую интригу. Эта компания, которая стала нашим первым клиентом из отрасли недвижимости, она, во-первых, до сих пор работает с сервисом, во-вторых, эту компанию вы сегодня увидите тоже в одном из докладов, ну и попробуйте догадаться, кто это. В общем, 2013 колл-трекинг появляется, 2015 колл-трекинг начинает использоваться в отрасли недвижимости уже более-менее активно. И что происходит в 2020? Ну, я вот не претендуя, опять же, на объективность, я взял, можно так сказать, первое, что попалось мне под руку, это был рейтинг Forbes топ-20 застройщиков России. И прошелся по ним, проверил. Я увидел, что 18 из 20 компаний используют сервис колл-трекинга. При этом, кстати говоря, 13 из них используют наш продукт, что мне лично очень приятно. Ну и какой из этого можно сделать вывод? Вывод простой. Колл-трекинг — это общепринятая, наверное, самая распространенная маркетинговая технология сейчас в отрасли недвижимости, не считая AdTech, технологий, связанных с привлечением посетителей на сайт из рекламных каналов. Ну и, наверное, уровень проникновения в отрасль у колл-трекинга уже максимальный. А теперь давайте заглянем вглубь компании, которая использует сервис колл-трекинга, и посмотрим, как это вообще работает. Смотрите, типичная компания, использующая колл-трекинг, сейчас в отрасли недвижимости, ну вот, скажем так, такая среднестатистическая, это работает так. Через колл-трекинг в этой компании проходят практически все входящие звонки, а зачастую и другие коммуникации компании, такие, как, может быть, колл-бэк-звонки, чаты, формы лид-генерации, какие-то другие каналы привлечения посетителей на сайт. Что это означает? Это означает, что колл-трекинг становится не просто счетчиком звонков, не просто, да, выполняет какую-то утилитарную задачу связывания звонков с рекламными источниками или с посетителями, а он становится как бы центром коммуникации, таким коммуникационным хабом внутри компании. И это приводит к тому, что мы и другие разработчики сервисов колл-трекинга стремятся выполнить какие-то смежные задачи, вот с базовой, да, и мы видим, что наши клиенты доверяют нам все больше и больше различных задач, уже напрямую не связанных с вот этой вот базовой задачей колл-трекинга, измерения и аналитики звонков. Это могут быть задачи, связанные с расширением функционала штатной телефонии. Это могут быть задачи по автоматизации обработки лидов компании. Также колл-трекинг в разных случаях помогает повысить контроль за работой колл-центра. Ну, а последний тренд вот в недвижимости — это построение и развертывание систем сквозной аналитики, и мы также видим, что колл-трекинг зачастую становится хранилищем данных, по сути, некой отправной точкой для создания и функционирования этой самой сквозной аналитики. И я сегодня для вас собрал несколько историй из жизни наших клиентов о том, как колл-трекинг, какие дополнительные функции колл-трекинга, не связанные с базовой функцией измерения и анализа звонков, уже используются и, так скажем, уже доступны на рынке. Давайте посмотрим. Первая история, я ее назвал так, как колл-трекинг помогает не терять лиды из таргета. А таргетированная реклама в недвижимости сейчас становится очень важным каналом лидогенерации. И вот я взял пример нашего клиента, у которого примерно 20% всего маркетингового бюджета идет на таргетированную рекламу. И, в общем, тут была довольно такая типичная для этого канала ситуация. Лиды из таргета есть, они хорошие, теплые, они конвертируются, они довольно дорогие, но есть проблема. Таргетированная реклама и обработка лидов с нее не ложится в стандартные процессы работы колл-центра. Таргет — это не звонки, это в основном лиды, которые либо сыпятся на почту, либо вообще остаются где-то в недрах сервисов, которые, так скажем, лид генерирует. И их надо как-то обрабатывать. И вот типичная история, что эти лиды обрабатываются с наименьшим приоритетом, что добираются до них через какое-то время, может быть, даже через несколько часов. Иногда это уже поздно. Периодически они вообще теряются. А еще менеджеры иногда раздражают клиентов дополнительными вопросами, потому что они, например, не могут залезть в рекламный кабинет Facebook и посмотреть, что же это за человек, который заполнил лид-форму и не имеет каких-то дополнительных данных о нем. Как мы помогаем эту проблему решить? Ну, во-первых, это сервис автоматической обработки заявок под названием автоперезвон. Что он делает? Он как бы поднимает лиды, которые сыпятся в Facebook, в MyTarget, в другие сервисы лид-генерации и превращает их в звонки, то есть, по сути, встраивает их в стандартный процесс обработки колл-центра. В данном случае этого оказалось недостаточно. Дело в том, что из разных сервисов в разное время суток сыпятся лиды, и обрабатывать их нужно с разным приоритетом. Например, если лиды приходят ночью, то нет смысла, не знаю, например, если лид пришел в полшестого утра, нет смысла делать, как делают, например, стандартные сервисы автоперезвона, перезванивать этому клиенту как можно быстрее в 9 часов утра, как только продавцы вышли на работу. Поэтому здесь для этого клиента, для этой компании мы смоделировали процесс обработки таких лидов в несколько очередей с различным приоритетом, с разными сценариями, с разным алгоритмом обработки. Где-то, например, получив лиды ночью, мы перезваниваем днем. Получив лиды днем, мы перезваниваем с максимальным приоритетом, то есть все эти лиды встраиваются как звонки в колл-центр с максимальным приоритетом в режиме real-time. В общем, здесь как бы есть нюансы, но в целом лиды превращаются в звонки, которые встраиваются в стандартный процесс обработки в колл-центре. И таким образом вот этот вот непонятный зверь в виде лид-генерации превращается во вполне понятный стандартный процесс работы со звонками в колл-центре. Ну и как результат заявки обрабатываются без потерь. Все это происходит в рамках стандартных бизнес-процессов работы колл-центра. А еще и вот у нас есть такой специальный личный кабинет для специалистов по обработке лидов, где можно посмотреть на все эти очереди, посмотреть на профили клиентов, которые стоят в очереди на обработку. Все это дело контролировать там при необходимости, например, работу с очередью поставить на паузу или что-то местами поменять. В общем, это еще и дополнительная прозрачность и дополнительный контроль. Вот так колл-трекинг помогает не терять лиды из таргета. Давайте двинемся дальше. Вторая история про управление точностью колл-трекинга. Как вы, я уверен, все знаете, колл-трекинг решает задачу определения источника звонка. Делает он это, связывая звонок с сессией посетителя на сайте. И на точность этого связывания влияет такая штука, которая называется погрешность. Мы ее не видим, но зачастую она приводит к очень странным и неприятным явлениям, когда звонок от одного посетителя сайта связывается с сессией другого посетителя. И в итоге мы думаем, что звонит, например, человек, который интересуется, не знаю, там, трешками в Бутово, а по факту это звонок от человека, который интересуется совсем другим жилым комплексом в другом районе. На точность склейки влияет, как я уже сказал, погрешность. И вот это уже, думаю, откровение для многих из вас. Эту погрешность можно, во-первых, измерить, а во-вторых, уменьшить. Причем влиять на погрешность можно, повышая время закрепления номера запустителем в колл-трекинге. И вот небольшая история на тему, как мы это сделали. Крупный московский застройщик, который тратит на рекламу, на самом деле неправильное слово тратит, скажем, инвестирует в рекламу несколько десятков миллионов рублей в месяц и очень хорошо понимает, что уровень погрешности, даже, не знаю, там, например, какие-то 5-10% в итоге приведет к тому, что большая часть рекламного бюджета будет потрачена неэффективно. Мы поставили задачу измерить точность колл-трекинга с текущими настройками, которые были у этого клиента и определить, какая точность, какое время резервирования требуется для обеспечения точности на уровне 90 или 95%. Вообще говоря, поставили задачу обеспечить минимальную точность 90%, потому что нам с клиентом кажется, что это минимально необходимая точность. Ну и в итоге мы это сделали. Я сейчас не буду вдаваться в подробности о том, как, в общем, механически это измерение происходит. Мы в Камеджик умеем это делать. Это специализированная механика исследования, которая длится где-то от недели до двух. И результат, который мы получаем, это вот такой вот… Ну, здесь он на слайде представлен в виде графика, на основе которого мы уже можем делать выводы. Например, что мы здесь видим. В первые 15 минут после захода на сайт мы получаем 88% звонков. В первый час — 95%. И где-то примерно полтора процента звонков мы получаем за пределами второго часа. Какие выводы мы сделали на основе этой информации? Мы построили вот такой вот график — точность колл-трекинга в зависимости от времени закрепления номера. И поняли, что искомая минимальная точность 90%, то есть 9 из 10 звонков определяется правильно. У нас получается вот на данных условиях для данного клиента в данных рекламных кампаниях, когда время резервирования равно минимум 30 минут. В итоге мы остановились на этой цифре, зафиксировали это с клиентом, и теперь клиент точно понимает, с какой точностью работает колл-трекинг. Итак, это про управление точностью. Так, еще несколько историй, ускоряемся. Давайте теперь про управление распределением звонков по агентствам недвижимости. Значит, это еще одна компания, которая работает с колл-трекингом, и здесь у нас стояла задача отладить работу с брокерами. Компания работает с несколькими брокерами, с несколькими агентствами недвижимости, которые, ну скажем так, обрабатывают поток звонков, которые в эту компанию приходят. И здесь важно что? Первичные звонки должны строго распределяться в определенные пропорции по этим агентствам. Ну и при этом еще очень важно, чтобы контроль и корректировку этого распределения мог осуществлять маркетолог. То есть это не должно быть какой-то очень сложной технической задачей. И здесь явно не подойдет какой-то, например, функционал, не знаю, какой-нибудь серьезный АТС. То есть нужно было какое-то очень простое решение. И мы его предложили. Мы предложили сервис интерактивной обработки вызова, который встроен в телефонию, который мы тоже предоставляем в рамках сервиса колл-трекинга. И в данном случае распределение происходит с учетом уникальности звонков. То есть у клиента есть вот такой вот очень простой и понятный личный кабинет, в котором для каждого из жилых комплексов можно задавать набор брокеров, которые обслуживают звонки, идущие на этот жилой комплекс, и приоритет — процент распределения звонков между различными брокерами, которые эти звонки обрабатывают. Все это происходит в режиме реального времени, и, как видите, этот контроль, это распределение осуществляется очень-очень просто. Это тоже можно делать с помощью функционала колл-трекинга. Следующая история про сегментацию аудитории при звонке на лету. Кейс примерно похож на историю номер три, но здесь как бы сам набор условий для распределения звонков немножко другой. Это история про агентство. Агентство на своем сайте представляет все свои услуги, но при этом обработкой звонков по разным проектам, по разным наборам услуг занимаются различные менеджеры. Ну, к примеру, арендой квартир занимаются одни, покупкой, продажей другие, элиткой третьи. И очень важно, чтобы при звонке в Code Center звонок сразу попадал на правильного менеджера, который занимается конкретной услугой. Здесь мы предложили немножко другой функционал. Если вот прям совсем просто, что происходит сейчас при звонке в эту компанию. Функционал, который называется интерактивная обработка вызова, как бы просматривает звонок при входящем звонке. И благодаря колл-трекингу звонок склеен с сессии звонящего посетителя и функционал интерактивной обработки вызова просматривает страницу, на которой находился посетитель сайта при совершении звонка. При этом, если эта страница принадлежит какой-то из услуг, работой по которой занимается конкретный менеджер, звонок переадресовывается сразу на этого оператора. В итоге нет никакого Code Center, распределяющего звонки. Звонок сразу попадает на нужного оператора в зависимости от услуги или продукта, на странице которого находится посетитель, который в компанию позвонил. И все это происходит тоже просто и прозрачно для компании. Кстати говоря, вот этот кейс, эта история мне особенно нравится тем, что это вот пока интерактивная обработка вызова в зависимости от свойства звонящего посетителя. Это новый, я даже не побоюсь этого слова, такой инновационный функционал. Я вижу у него очень серьезные перспективы. Ну, представьте, переадресовывать звонок в зависимости от того, кто звонит, какими свойствами обладает этот посетитель. Поистине у этого функционала, наверное, безграничные возможности применения. И я очень рад, что уже появляются компании, которые смогли по достоинству оценить эту возможность. Так, еще у меня есть история про речевую аналитику. Речевая аналитика, с одной стороны, уже довольно, ну, скажем так, известный продукт в отрасли недвижимости. С другой стороны, вот по нашей статистике, все еще довольно мало компаний, которые ее используют. Ну, я выбрал такой довольно типичный кейс, когда речевая аналитика помогает повышать эффективность работы колл-центра. До внедрения речевой аналитики было как? В компании идут сотни звонков в день. Есть человек, который занимается прослушиванием и категоризацией звонков. При этом он успевает прослушать 2, но может быть 3% звонков в день, не больше. И в компании при этом все прекрасно понимают, что в оставшихся 97% звонков тоже есть проблемы, которые требуют разбора, коррекции, работы с сотрудниками колл-центра и так далее. Вопрос, что с этим делать? При этом, как вводится бюджета на расширение отдела контроля качества нет, и все это нужно сделать, эту задачу нужно решить с каким-то минимальным набором средств и расходов. Мы предложили сервис речевой аналитики, ну и в итоге включили две, в общем-то, такие типовые функции. Первое — это автотегирование. Задали несколько тегов. В зависимости от того, какие слова, словосочетания произносят абонент или оператор, на звонок автоматически вешаются теги, которые в итоге можно анализировать и по которым можно отсеять те звонки, которые, например, прослушивать вообще не надо, то есть где разговор прошел нормально или где, например, есть потенциальная сделка, и она прошла в CRM, и с ней работает уже менеджер отдела продаж. Ну и в итоге, кстати говоря, помимо автотегирования еще добавили функционал расшифровки, который позволяет к звонку, который привлек внимание, ну, например, какая-то типовая история, звонок протегирован с помощью речевой аналитики как целевой звонок от потенциального клиента, при этом в CRM он потом почему-то помечен продавцом как нецелевая сделка. Это повод пойти и прослушать этот звонок или прочитать расшифровку и понять причину, почему так произошло. Вот, кстати говоря, здесь в этой истории у данной компании как раз и выявился набор проблем между методикой оценки звонков, скажем так, с точки зрения маркетинга и отдела продаж. И вот внедрение этого функционала приводит к тому, что уже не 3%, а все 100% звонков находятся под контролем. При этом с контролем по-прежнему справляется один человек, он все так же прослушивает 3% звонков, но при этом это уже не просто какие-то рандомные 3%, а это именно те 3%, которые нужно прослушать, в которых возникли какие-то потенциальные проблемы. Ну и последняя история, которую я хочу вам сегодня рассказать. Я ее назвал так. Единая аналитика всех видов обращений. Смотрите, вот на слайде у меня очень интересное исследование. Оно называется так. Каналы, которые компании планируют добавить в ближайшие 12 месяцев. Его провела компания Zendesk, причем оно, так скажем, только-только с пылу с жару. Я вот буквально несколько дней назад его получил. Что мы видим по этому исследованию? Оно проведено, правда, не в России, а в США, но я думаю, тренды, они как бы примерно переносятся из США в Россию. Итак, что мы здесь видим? Во-первых, телефон как канал коммуникации с потенциальным клиентом продолжает быть самым популярным каналом. 69% компаний его уже используют, и 17% опрошенных еще планируют его добавить к тем каналам, которые есть у них сейчас. Во-вторых, и это, наверное, главное для нас здесь, растет доля других каналов коммуникации, таких как SMS, чаты, онлайн-форумы, мессенджеры, сообщения в приложениях, в социальных сетях, чат-боты. Все эти каналы активно растут, развиваются. С одной стороны, уже примерно четверть компаний их использует, и еще процентов 10-15 планируют их добавить в ближайшее время. Что это нам говорит? Ну, во-первых, это говорит нам о том, что там телефону как каналу коммуникации, ну, не знаю, наверное, в ближайшие лет 10 ничего не угрожает. Но с другой стороны, появляются другие важные каналы, которые мы с вами добавляем на наши сайты, которые также становятся каналом привлечения клиентов, и их тоже нужно как-то анализировать. И вот здесь у меня заготовлена интересная история о компании, которая ранее работала со звонками как с единственным и главным каналом коммуникации с потенциальными клиентами, и здесь проблем с аналитикой не было никаких, да. Здесь работает колл-трекинг, который все звонки пересылает в CRM-систему, они обрабатываются как лиды, и, в общем, это такой стандартный процесс, да, который нам с вами, наверное, известен. После того, как компания добавила на сайт сервис заявок NVBox, возникла проблема. Заявки, как это возится, стали сыпаться на почту, их стали терять, вот по той же самой проблеме, которую я сегодня уже приводил, да, в первом кейсе. И появился еще ряд проблем. Например, это дубли первичных обращений, когда клиент, не знаю, например, сначала пишет в NVBox, потом не получает ответ, звонит, и в итоге у нас есть два первичных обращения, непонятно, как считать аналитику. Ну и у компании появилась задача о создании единой аналитической системы по всем каналам коммуникации. Мы помогли реализовать эту задачу. Вот у нас в колл-трекинге есть такой специальный функционал, такое коммуникационное API, которое, если говорить по-простому, умеет, ну, скажем так, лазить в другие сервисы, в чаты, в сервисы обратных звонков, в сервисы лидогенерации, доставать эти коммуникации, чаты, лиды, заявки, обратные звонки, статистику по ним из них, и складывать в единую аналитическую платформу. В данном случае мы это сделали, подключили интеграцию с NVBox. Теперь есть прямая интеграция, есть импорт обращений, и вот как это выглядит. У нас есть единая аналитическая платформа, единая аналитика входящих обращений всех видов, будь это звонки или заявки от NVBox, ничего не теряется, ничего не дублируется, единый процесс обработки обращений функционирует все так же, теперь уже с двумя каналами коммуникации. Ну, кстати говоря, рекомендую присмотреться к этому кейсу, потому что, насколько я вижу, уже большинство из компаний в сфере недвижимости так или иначе пока, наверное, экспериментирует с другими каналами коммуникации, но мой прогноз, что мы так или иначе будем их использовать. Окей. Ну и, наверное, чтобы подытожить, хочется… Я это назвал чеклист, да, давайте попробуем рассмотреть это как чеклист. Вы можете проанализировать, используете ли вы все возможности колл-трекинга, не связанные с базовым функционалом аналитики и подсчета звонков на 100%, те возможности, о которых я сегодня рассказывал. Итак, давайте еще раз вспомним, что это такое. Управляю точностью колл-трекинга, то есть вы понимаете, с какой точностью работает колл-трекинг, и можете ей управлять, можете устанавливать заданную, нужную, приемлемую для вас. Вы автоматизируете обработку лидов из таргетированной рекламы, из других сервисов, превращаете заявки в звонки и встраиваете их в свой стандартный алгоритм обработки звонков в колл-центре. Вы настроили распределение звонков, так как это нужно вам по брокерам, по колл-центрам, по менеджерам. А может быть, вы даже используете вот эту вот инновационную функцию интерактивной обработки вызова и настраиваете распределение звонков, исходя из свойств звонящих посетителей. Вы контролируете работу колл-центра с помощью речевой аналитики, и у вас есть, если вы используете дополнительные каналы коммуникации вместе с телефоном, такие как обратные звонки, чаты, сервисы лидогенерации, у вас настроена и функционирует единая аналитика по всем видам входящих обращений в колл-трекинге. Если вы можете проставить максимальное количество гаочек здесь, в этих чекбоксах, значит, вы используете возможности колл-трекинга на 100%. Поздравляю вас. Ну и завершить свой доклад хочу тем, что, во-первых, приглашаю вас к общению. Хотелось бы понять, насколько и что именно из дополнительных возможностей колл-трекинга, о которых я сегодня рассказывал, актуально. А во-вторых, призываю вас писать мне и моим коллегам. Мы в Комеджек всегда рады помочь вам. И, в общем, те кейсы, о которых я сегодня вам рассказывал, это уже не новость. Многие компании с рынка недвижимости, многие ваши коллеги уже их используют. Поэтому, если это для вас актуально, обращайтесь к нам. Мы будем рады реализовать для вас какой-то отдельный функционал, а, может быть, даже пройтись по этому чек-листу и реализовать все это вместе. Спасибо за внимание. Ну и буду рад вашим вопросам. Спасибо. Бурные и нескончаемые аплодисменты. Вот это очень интересный момент, когда ты работаешь на аудиторию, которую не видишь, да? Может быть, эти аплодисменты где-то есть? Есть, есть. Есть. Люди в восторге. Спасибо. Конечно. А главное, мы в восторге. Не уходи, пожалуйста. Есть несколько вопросов. Первый. Как называется блок в Кумэджик, который работает с заявками? Вот блок по работе с заявками. Так. А, ну на слайд ничего включать не буду. Блок по работе с заявками. У нас есть сразу несколько сервисов. Ага, спасибо. Работающих с заявками. Ну вот, я, наверное, все-таки перемотаю, чтобы мы как бы добились определенной понятности. Так, перемещаемся. Кейс номер один. Вот, смотрите, базовый сервис, который помогает наладить работу с заявками, называется автоперезвон, который, собственно, превращает заявки из таргетированной рекламы в звонки. Но при этом часто мы понимаем, что базового функционала не хватает. Вот, например, в данном кейсе пришлось его еще дорабатывать под логику работы колл-центра в конкретной компании. Это мы тоже умеем делать, поэтому, как бы, на мой взгляд, лучшее решение – это вот внедрение сервиса автоперезвон, плюс его, ну, скажем так, некоторая допилка, да, под бизнес-процесс конкретно вашей компании, конкретно вашего колл-центра, что зачастую бывает необходимо. Надеюсь, что ответил. Да, спасибо большое. Сейчас, кстати, вот аплодисменты, вот они, в чатике Мартеха. Люди аплодируют, вот, похлопал у ноутбука стоя, спасибо. Вот, Ярослав, Денис, спасибо. Коллеги, очень приятно, спасибо. Спасибо, вот Владимир тоже присоединяется. Хорошо, спасибо тебе большое.